что происходит в мире css в 2019 как изменится дизайн apple с уходом джонни айва почему в вебе используются шрифты без засечек почему в вебе используется погнали я решил укоротить мы с тобой на пришел продумали вариант но я решил от него отойти и сделать другой мне показался он более хлестким в общем рада всех приветствовать на нашем подкасте называется он суровый веб это проект ювеб дизайн меня зовут александр гончаров меня зовут никита тарасов это знаешь у нас очень много вот этих вот регалий в начале всегда как бы это не звучало не регалий понимаешь потому что там короче вот суровый веб подкасты веб дизайн я генерал фельдмаршал александр гончаров младший старший там ну мы для чего мы здесь еще сидим то уже кстати 205 выпуск это 205 выпуск опять регалий всовывать начать перемешиваем мы сами себе уже выдаем то есть героя дали сами себе герой веб дизайн да 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 орден почетный медаль это как си цзинь пину выдали звание почетного профессора какого-то там питерского университета вот мы примерно так же выдаем себе уже какие-то звания знания ничего не значащие аккуратнее тебя потом в китай не пустят я честно говоря причем блин чуваки обязательно подписывайтесь нас на патреоне пишу в пришел я рассказывал историю как с чердака вода полилась на меня здесь в квартире и шок и сенсация я прям даже вот мне теперь интересно если честно а как вообще отсуживать что-то управляющей компанией ну не знаю но я надеюсь у тебя там где полилось у тебя же там нет ремонта богатей есть это же в спальне то есть как бы блин я думал это где-нибудь в этом в ванне в том то и дело это как бы в спальне в ванне тоже как-то микро пузырек есть на основной урон на спальню пришелся в этом то и дело ну тогда я как бы не хочу бога гневить там не такой большой урон как бы чтобы прям супер катастрофа но все равно это как бы ну неприятно и это все равно будет стоить денег это устранить вот поэтому честно я даже знаю как с этим быть но ладно не ваше пишите в комментариях опять же кто устранял кто судился с джеком вот да просто да я на девятом этаже живу и на чердаке уже водопровод то есть не то что меня там какая-нибудь баба клава залива нет это реально там что-то или труба там протекла или я не знаю крыша пробежала сегодня как бы ну дождь в принципе был я не знаю ну да ну ладно не будем так бы тебе пришлось с бабой клавы судиться поэтому это еще нормально нормальный вариант ну тут как бы даже не знаю с кем проще она то тоже старые закалки еще так ну собственно домофон звонит 15 минут прошло так что ставлю отсечку пошел открывать давай скажем про то что мы все всегда вас призываем если вы хотите свой продукт как-то продвинуть через наш подкаст написать нам на work собака и визайн точка ру в любом случае мы все предложения рассматриваем всем отвечаем то есть если вы напишите по какой-то интересной теме мы обязательно ответим и может быть вы попадете к нам под а может быть там будет такое интересное что мы просто вот абсолютно бесплатно интегрируем про вас что-нибудь расскажем и будет круто поэтому на work собака и визайн точка ру пишите все ссылки есть в описании как всегда в принципе да да это сегодня конечно без какой-либо такой интересной заводочки но у нас сегодня так много интересного было у нас тут сложные заводочки да слушайте слушайте пришел обязательно там там огонь будет было будет было не знаю в общем есть там там огонь конечно первая тема первая тема она на bloomberg доткоме но вообще может быть многие это видели что это на wall street journal была статья просто это немного другая статья и под другим углом короче technology здесь есть такой раздел у них и это inside apple's long goodbye to design chief джон айф джон айф действительно ушел из apple и уходит он свою компанию которая по моему называется что-то там from heart from love что-то такое я если честно даже не стал углубляться но какую-то свою компанию и пешку короче открывает и видимо с удовольствием видимо с удовольствием и на wall street journal на самом деле они любители поскандалить и там они написали что apple из-за этого загибается тупо загибается и все уходят нормальные люди и вообще все плохо и короче apple 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 отстой грусть нам может из-за этого а просто что это просто она загибается и загибается уходят такие ну понятно да то есть в принципе это все одно от одного а сейчас джон и айф а еще и вообще плохо короче на bloomberg немного под другим углом причем под более прикольным нормальным углом здесь написано да и в принципе короче я вот понял вообще настроение людей то есть те кто в принципе apple хейтеры они естественно так и будут говорить что все плохо неважно кто там уходит или приходит поэтому это похрену а те кто в принципе чуть-чуть хотя бы разбирается компании любит какие-то продукты они конечно так не скажут но и вот мы просто для тех кто интересуется apple сейчас расскажем про уход джонни айва кроме того что он ушел в другую компанию во первых он будет apple будет сотрудничать с этой компанией в том числе и я так понимаю он что-то все равно будет курировать так или иначе то есть он будет куда-то там вникать подвниковывать тем более что он и так наизусть уже все знает что в apple происходит то есть он идеальный кандидат для какого-то там аутсорсного дизайна от apple так что на его и пешку там будут щита крутиться мутиться нормально сегодня будет кроме этого да кроме этого кроме этого здесь много ностальгии по джонни айва что он работал что он работает там 25 что ли лет в apple или 20 или 25 лет в apple и короче он еще естественно со стивом джобсом в свои годы там жарко спорил ходил по аллеям там в силиконовой долине и реально там короче досвидос там чё было и такое придумывали и такое воротили короче и он сделал такие девайсы как задизайнил как iphone и короче вообще охренеть ipod если вдруг любители айподов там и в том 2015 году он сделал часы то есть задизайнил часы и вот после 2015 года с джонни айвом стало на спад все сходить вообще с его присутствием в apple и медийно он как бы перестал его лицо везде мелькать это просто означало то что на самом деле после того как он сделал часы его подняли по должности по карьерной лестнице и он стал более крутым челиком то есть уже казалось бы круто круче да но так он вникал очень сильно вот в эту продуктовую разработку прям вот супер вникал от его чуть выше подняли и он как бы стал таким более операционным чуваком таким ну типа который отвечал больше за бумаги короче и соответственно он видимо затух вот как я понимаю основная причина в том что во первых он затух потому что новые продукты которые выпускают apple ну не сильно его уже трогают теперь потому что все таки ну как как велсаком опять же сказал в ролике рисовать одни и те же айфоны с 10 лет подряд это тяжело это тупо не интересно как минимум понятно что там меняется дырка одна туда-сюда сделали бровь эту сделали там ушки и в общем короче вы понимаете сами монобровь да но это все равно как бы не то не того полета дизайн для такого дизайнера как вы понимаете поэтому все таки видимо скучно видимо грустно плюс он перенапрягся на часах потому что это была самая жесткая такая для него работа несмотря на то что я уверен что у apple есть там какие-нибудь скрытые технологии которые они готовят по любому там apple car какие-нибудь часы очки точнее виртуальной реальности или дополненной реальности наверняка все это нужно дизайнить и когда-то это все все равно выйдет там через 20 лет или когда технологии допрут нормально но видимо по вичи еще будут выходить продукты в которых он сильно принимал еще участие кстати возможно да рисовал возможно да вот но видимо сейчас на данный момент все-таки застой него произошел он решил сменить тему и вот сменил короче ушел в свою компанию с которой будет работать apple непосредственно и в принципе короче ничего плохого такого страшного не случилось единственное плохо что здесь пишут на блумберге это подчеркивают что вот дизайновая вся эта часть людей которые там сейчас три чувака которые за дизайн будут отвечать то есть джонни айф распался на трех джонни айвиков маленьких вот эти три чувака а короче и над ними еще один чувак который который которого как бы джонни айв ну точнее он замещает джонни айва он более такой операционный как здесь написано чувак и к сожалению к сожалению в apple все меньше и меньше даже bloomberg говорят это что к сожалению все меньше и меньше в apple да и мы сами видим дают зазор к именно инновациям то есть короче все направлено на то чтобы все-таки стабильный доход рост развитие короче бабло то есть чтобы акции не падали никаких вот этих вот графиков вниз ничего такого не было к сожалению мы ждем от apple как обычно чтобы была сенсация и досвидос они вот ставят людей и делают такие посты где чуваки конкретно ну так вот вяло просто делают рост небольшой сергей рост и вот джонни айв был может быть одним из тех кто что-то придумал действительно прикольное и мы действительно когда-то плевались от его новой ios дизайна я помню а потом в какой-то момент он ну полностью с нами как бы проник в нас этот дизайн и мы как бы супер смири не то что смирились а кайфанули и как бы сейчас живем все с этим дизайном ios нам да короче в принципе он сделал многие девайсы которые мало кто мог бы так вот придумать реально ту же самую монобровь которую потом все скопировали опять же если говорить вилсаконовским языком все китайцы скопировали эту монобровь и сначала все плевались играли ну как этому на телефоне ну а потом все сделали такие телефон да и в принципе сначала все таки да как миниджек убрать ну все убрали миниджек потом ну короче вы понимаете сами то есть я реально все убрали кто-то вот это кто-то повторил или все все это все повторяют полностью за новую моделью то есть вот что бы не выходило две камеры везде две камеры то-то то есть ну как бы две камеры согласен про миниджек не видал но Миниджек, это до сих пор, с чем я не смирился. Нет, на всех новых андроидах везде уже Type-C. Как бы, ну, факт. Подожди, а наушники как, через Type-C втыкают? Да, ну да. Ну, в смысле, как в айфоне. Да, но в айфоне есть вот эти переходнички и гарнитуры, а тут-то как они договорились? Реально, где ты можешь сейчас пойти купить гарнитуру, которую наушники в Type-C втыкаются? Ну, наверняка да, но я думаю, что сейчас в основном все блютузные наушники, да, конечно, тем более у китайцев дохрена блютузных наушников, поэтому это как бы сейчас, я думаю, вообще никто уже ничего не втыкает в этот порт, кроме зарядки, как бы. Ну, понятно, понятно. Поэтому, короче... У меня есть несколько комментариев, ну давай, ты закончи. Да, я просто хочу, опять же, я с тобой мостик сделаю, потому что я помню, что мы с тобой про Джонни Айва в принципе и разговаривали, и думали, и у нас были какие-то мысли, и сейчас хочется это немножко воскресить, вспомнить, что было, вот ты, может быть, напомнишь вообще, что как Джонни Айв, что сделал, что говорил. Вот эти, я помню, ролики наверняка все видели с ним, где он смотрел в одну точку, в бок, и говорил, что мы сделали великое, и пошли дальше, короче. Ну вот, такая история, давай. Смотри, во-первых, я попробую в формате Блиц и откомментировать. Это, во-первых, на Блумберге тоже сделали подписку, и тоже там сколько-то, 10 статей бесплатно только можно смотреть. Так, бойкотируем. Я не понимаю, какого хрена. Да здесь даже не в бойкоте дело, а, ну, на самом деле, это выглядит так же противно, как на Medium. Здесь снизу большая полоска, сверху, которую никак не скрыть. Вот, сбоку сайтбар с рекламой какой-то зафиксирован, вот. И только в середине маленький контент такой, как писька, скроллится просто, и все. Вот, это бесит, конечно. Я не очень понимаю вообще, какого хрена вот этот формат подписки на интернет-издание вообще существует. Ну, то есть, я понимаю, что, в общем, вся сфера уходит в подписку, но как-то это крипово, не знаю, или кринжово, опять же. Да и так, и так, я считаю. Вот, да, да. Что касается Айвача, ну да, естественно, он вместе со Стивычем еще начинал и iPod, и, соответственно, iPhone, и iPad, то есть он, это все его руками сделано в какой-то степени, но именно бомбой был вот этот iMac, который пузатый, который пузатый, цветной. Ну, кстати, да, не надо забывать, что... В пяти цветах, который именно был, вот. И вот с этого началось его, так сказать, взлет, как продуктового дизайнера. Угу. Вот. Хотя, опять же, если посмотреть именно на раннее творчество, то как раз вот этот iMac там и так далее, они очень сильно с Пола Ренда и с дитера... Пола Ренда, я правильно помню дизайнер? И дитера Рамса все слито. То есть там видно прям, что он вдохновлялся. Да, сейчас как бы реально он уже, ну, Mac Pro вот эта терка, тут видно, что он уже особо не вдохновлялся, что он реально что-то там это... Что он немножко употреблял. Употреблял, да. Чтобы терку придумать надо. Вот. То есть уже видно, что как-то есть свой почерк у человека. Ну и смотри, это же на самом деле напрямую... Это жизнь. Все акционеры Apple стареют, им уже хочется чего-то стабильного, они уже не хотят там, ну, завоевывать какие-то инновации, что-то им уже хочется, чтобы содержание их островов в Тихом океане, которые они приобрели, не было под угрозой, так скажем. И как бы да. То есть я думаю, это с этим связано. То есть я просто знаю лично людей, которые занимались всю жизнь арендным бизнесом и под конец жизни просто продали, соответственно, здание. Просто, ну там, за миллионы, за дикие. Просто потому, что уже похрен. Уже как бы много лет, уже вот лучше вот они бабки тут, а так они все время как бы в росте, там куда-то что-то вкладывать, там строить, покупать, опять же, в аренду сдавать. Это уже движки какие-то, которые уже не нужны. Я думаю, что, к сожалению, акционеры Apple давят на руководство. И вот все вот эти, ну как бы желания просто по бенчмаркам выпускать новые телефоны, которые тупо там, ну, больше там жрут, там больше, ну, в смысле не жрут, а больше наоборот выдают, меньше жрут, больше выдают какой-то полезной работы. Больше жрут, меньше срут, так сказать. Вот, да-да-да-да-да. То есть, чтобы именно просто стабильный был рост, чтобы стабильно просто все люди каждый раз покупали новую трубку, и не было такого, что какой-то шок-сенсация, и есть какой-то микро-шанс, что люди там с айфонов на андроиды пересели. Вот им это уже не надо, они пытаются это минимизировать. А Джонни Айв, я так понимаю, он даже к своим там, сколько ему интересно лет, сохранил какую-то пассионарность и желание что-то творить. Вообще творческие люди не такие, они как бы, ну, скорее всего, Ну да, он-то здесь уже не для бабла сидит, а как раз наоборот, для того, чтобы кайфовать. Я уверен, что он-то, как бы, его уже все устраивает, я думаю, финансово, как бы, и вообще. Может быть, ему и немного надо для жизни, я не знаю, там, нету как бы, ну, хотя, может, где-то и можно, опять же, найти, на какой он там машине ездит, и все такое, но я думаю, что уже вот эти все базовые потребности стопудово удовлетворены. Ну, скорее всего, да. И да, да. Я просто сейчас вот опять смотрю именно на оригинальный iPod, который 2002 года, вот, когда еще кнопочки меню, плей и влево-вправо, они были не на колесе, а вот вокруг именно хардвардными кнопками, потому что потом-то они, ну, они как бы, и когда они поставили в колесе, они тоже были хардвардными, но они уже хотя бы в само колесо, так сказать, были встроены, и, блин, насколько же это гениальный девайс был. Я до сих пор очень сильно кайфую это iPod с колесом. Да, согласен. Потому что вот это тактильное ощущение, когда ты его крутишь, и он тебя отщелкивает чуть-чуть в пальчик назад, блин, это прикольно. Это вот реально гениально было. Да и просто, он какой-то классный, я не знаю. Да, он просто... Может быть, это просто с нашей молодостью, опять же, связано. Мы тогда еще по молодухе кайфовали от этого, хотели там это купить. Я там, помню, ездил по радиорынкам, где-то по бэушнее, подешевле купить. Там мне сестра из Америки такой привезла и так далее. Это, блин, это прям эпоха целая. Может быть, просто это как бы некий момент ностальгии, но мне хочется верить, что уже тогда этот девайс реально был из космоса. Ничего подобного просто не было. И тогда даже китайцы особо это не копировали. Либо потому что не могли, либо потому что это как бы было какое-то фрик-устройство, не очень массовое, которое как бы... Хотя с iPod до вся массовости началась, но тем не менее. Даже сейчас вот этот Haptic Engine, который тебе, кнопочка отпинывается, да, обратно. Вот тогда уже был вот этот вот эффект, что ты крутишь колесо, она щелкает и тебе обратно в пальчик отдает чуть-чуть. Хотя, может быть, про то, что она отдает, я, может быть, сейчас уже придумал. Может быть, она просто щелкала. Мне почему-то кажется, что отдает. Я сейчас, ну, не это... Ну, короче говоря, блин, это грустно просто так чисто по-человечески, что iVatch уходит. И я думаю, что... Мне, кстати, интересно, он сколько-нибудь с собой людей-то забрал или он один просто встал и ушел? Я так понимаю, что он никого не забрал, но до этого еще несколько дизайнеров ушло до него. Но я так понимаю, они... Причем там один чувак ушел в GoPro дизайнить. Как делать? Он плохой дизайнер. Главное, чтобы не звуковой отдел. Главное, чтобы не звуковой отдел. Потому что, в принципе, мне очень нравится GoPro и тактильно, и визуально. Да, да, согласен. Они классные. То есть, прям вот этот прорезиненный какой-то пластик, все вот это такое. Да, да. Ты прям такое ощущение, что держишь реально премиум девайс какой-то. Он классный. И именно девайс для активного отдыха. То есть, знаешь, как эти чехлы для военных GPS-маячков, которые такие супер прорезиненные, которые можно на глубину там 11 километров закинуть, и он оттуда будет еще там чуть-чуть, ну, там, пикать и так далее. Но 11 тысяч километров я, конечно, поржал. Это глубина Марианской впадины, на самом деле. Причем не тысячи километров, а просто 11 километров. Потому что 11 тысяч километров это что-то какой-то космос уже. Ну, то есть, в прямом смысле этого слова. Это реально, это уже до мантии, там, до ядра где-то примерно уже может дойти. Хотя, кстати, я не знаю, может быть, это три земли, на самом деле, по диаметру. Это 11 тысяч километров. Я не сильно в этих делах сведущий. Неважно, я хотел в формате блиться. В общем, ну, как бы жалко, но поживем, увидим, посмотрим. Может быть, он будет, он, в смысле, Джонни, будет сотрудничать с другими какими-то компаниями, и в каких-то других компаниях появятся тоже инновации. Жизнь же, она такая. Может быть, послезавтра в Amazon какой-нибудь супер-дрон появится, там, для доставки, там, или чего. Только хрен его знает. То есть, это, кстати, вполне может быть, что первичным здесь было то, что просто к Айвычу пришли и сказали, чувак, есть возможность вот здесь сделать такую-то хрень. Да. И он понял, что даже не столько за, типа, мы тебе там 10 миллиардов дадим, а просто есть возможность реально здесь вот, на, делай, что хочешь. Никакие старые козлы тебе не будут говорить, что там, нам надо просто, да, стабильность там и так далее. Вот без этого всего просто можешь пойти и сделать там кофемашину какую-нибудь, я не знаю, ну, просто из башки горшок для растения. И он такой, блин, один раз живу. Так какие у тебя моноброви рисовать в 15 раз? Пойду горшки делать. Ну да, да. Не, ну согласен, потому что это реально, ну, дизайн айфона, это как бы все-таки такая штука уже, она как, она уже машина, все, она уже сама делается. Ты уже не можешь даже вот кнопку передвинуть влево или вправо, тебе уже руку отрубит, скорее, ноги отстрелят. Поэтому там нечего уже двигать. Да, да. И то верно. Ну, в общем, да, вот как-то так. Да, ну, кстати говоря, по поводу, опять же, вот если мы говорим с хорошей точки зрения, это следующая моя тема, опять же. Тим Кук, новые продукты Apple поразят вас. Так звучит статья. Это в смысле цитата его, да? Видимо, да. Видимо, да, он говорит. И, короче, что? Значит, после того, как Джонни Айф ушел и из Apple, я имею в виду не просто ушел, а из Apple, и в Wall Street Journal написали там немножко то, что жопа у всех подгорела, как раз Тим Кук решил написать опровержение, и на NBC News, короче, сделали, сделали, написали, что... А, собственно, Wall Street Journal, у них, еще раз повторюсь, суть была в том, что ему не дают раскрыться или что? Нет, у Wall Street Journal, по-моему, было, что просто Apple, к сожалению, загибается. А, понятно, понял, что в смысле это просто предвещение того, что досвидос. Я просто помню, акции упали у Apple, когда он объявил об уходе. Ну, это логично, в принципе, наверное, было бы. Это понятно. Они, может, правда, уже обратно отскочили, но в том, что отскакивают. Я думаю, что это все отскакивает так, чисто только так. Так вот, и что говорит нам Тим Кук по поводу этого? История абсурдна. Многие статьи и выводы, сделанные в них, просто не соответствуют действительности. Он, видимо, говорит про то, что про Джуни Айва написали. Мы видим отсутствие понимания того, как работает команда разработчиков и как работает Apple. Это искажает суть взаимоотношений в наших стенах до такой степени, что мы просто не узнаем компанию, которую они описывают. Они. Команда дизайнеров и разработчиков сильнее, чем когда-либо. Я уверен, они будут процветать под руководством Джеффа, Эванса и Алана. Вот этих трех. Это, на которых распался Джуни Айв. Это три черепахи, на которых два кита как бы уже стоят. Мы знаем правду и на что они способны. Продукты, над которыми они работают, поразят вас, говорит он. И такое чувство, что он именно вот как бы чуть-чуть как бы вот намекает на то, что будут продукты какие-то новые. Именно вот не просто новые айфоны вас поразят или новые айфоны в натуре вас так поразят, что вы охренеете. То есть, по идее, айфоны уже не поражают, ну, несколько поколений подряд, если честно. И как бы хочется, чтобы поражали, соответственно. Хотя, конечно, мы знаем, что технически это не очень легко сделать, все-таки, чтобы поражали. Ну и говно просто тоже откровенное никто делать не будет. Поэтому спорное здесь все. Тим Кук нас немножко приободряет, что типа якобы все не так. Не думайте, что все на Джоне Айве сошлось. Если он сейчас ушел, то все сейчас развалится. Ну, как-то вот. Ты как ему доверяешь вообще этому пацану? Седому. Честно, нет. Нет. Именно с того, как седой пацан пришел, а макбуки стали говнить очень сильно. И я действительно, я не могу это ни с чем связать, кроме того, что он реально дает указания, ну, типа не париться. Я просто, я не буду называть, так сказать, имен или чего-то, но я работал с людьми, которые напрямую давали установку, не нужно сейчас делать качественно, нужно просто сделать. Ну, знаешь, вот это как история в игры, ну, в гейм-разработке, в гейм-девелопменте, когда издатель говорит о том, что вот у нас как бы сезон здесь и сейчас, наши конкуренты тоже выходят там этой зимой, и нам хоть как нужно сейчас выйти, потом похрену патчами допилим, как бы и так далее, если повезет. И выходит не игра, а кусок говнища просто, который причем проваливается, который издателя потом тоже закапывает, так скажем, разработчик тоже от этого страдает, ему там меньше дает. Ну, то есть мы все, все мы знаем, как бы такие... Что все страдают. Да и самое главное, пользователь страдает от того, что говно, продукты как бы... Ну, естественно, конечно. То есть, ну, пользователь, он понимает, что он опять же рублем голосует или долларом в этом отношении. Он как бы тут страдает, но играет в игру конкурентов просто, что называется, и все. Поэтому я на полном серьезе первый раз где-то полгода назад себе отдал отчет в том, что мне нисколько на винде не менее противно работать, точнее. Точнее, не более противно работать. вообще не противно ты имеешь. Да, да, то есть я вполне могу работать на винде, и это как бы... А хороший компьютер на Windows, он стоит сильно дешевле, чем хороший компьютер на macOS, поэтому... Ну, да. Тут я согласен с комментариями на Shizu, где пишут, что меня какой год Apple поражает своими проблемными ноутбуками, после 2015 года нормального так и не выходило. То клавиатура идиотская, то полоса с экраном за лишние деньги. Ну, полоса с экраном за лишние деньги, это как бы я не стал бы как аргумент принимать, но дальше. Плата выходит из строя, покрытие дисплея шелушится. Что за фигня, Тим? То есть я вот здесь я люто плюсую именно так, потому что, ну, я не могу сказать про айфоны пока ничего плохого. То есть в айфонах в целом держатся, они реально неплохие. Мне интересно, с чем связано все-таки вот это вот допущение в макбуках? Я тоже не знаю. Правда. Их вроде никто не торопит, там нет как такового сезонности какой-то, что там новые макбуки выходят всегда там в марте, там нет, они реально каждый раз в разнобой. То есть, может быть, там есть какая-то закономерность, но она, по крайней мере, не прослеживается, вот прям вот, ну, на кончиках пальцев ее нет. Что, кого, почему? То ли это злой рок, то ли там реально раздолбайки какие-то в отделе железа стали работать. То есть, как бы, ПО-то не так сквозит. Там тоже есть смешно. Ну, видишь, ну, видишь, да, ты все правильно говоришь, просто в натуре виндовский, просто виндовское железо дешевле стоит. Ну, честно, вот так. Ну, не виндовское, куда можно винду накатить. А из-за того, что винда не сильно теперь и хуже, и не блюешь с нее, сразу вопрос становится. То есть, ну, а как? Понятно, что инфраструктура Apple все-таки все еще супермощная, и если у тебя iPhone, и iPad, и желательно бы и MacBook, но, блин, вот, боюсь, что это прям вот сильная, сильная конкуренция уже очень сильная. просто, ну, компьютеры Mac, это же не всегда дополнение к iPhone. Это в каком-то смысле компьютеры для профессионалов, опять же. Ну, то, что мы обсуждали, когда WWDC обсуждали, что ты покупаешь Mac Pro для того, чтобы сидеть там в Logic, в Premiere и так далее. Вот, все меньше такого ПО, которого нету на Винде, и которое никак нельзя заменить. ПО, которое на Винде, там, какие-то условные, там, вот был скетч, да, теперь есть Figma. Figma вообще в браузере работает. Ты можешь ее запустить с Винды, опять же, если у тебя там помощнее компьютер Виндовый, то у тебя она даже будет лучше работать, чем на твоем MacBook. Вот, поэтому, в общем и в целом, я как-то даже, Apple теряет конкурентные преимущества в этом отношении, поэтому я скептически отношусь к словам Тима Кука, но опять же, посмотрим. Ну да. То есть я не закрываю эту дверь, я не из этих, кто там говорит, вот все, никогда больше Apple с кончей не куплю. Нет, я на полном серьезе хочу новый MacBook, который вот с Егами наконец-то вышел. Вот, я на полном серьезе, там, хочу себе хороший iPhone, там, хочу себе Apple Watch попробовать, там, я на полном серьезе бы от души попробовал Apple Pencil'ом попользоваться на iPad Pro 12-дюймовом, который вот этот вот с тонкими рамками и без Touch ID, без пальца. Почему нет? Это круто, но я как бы вот, я действительно рассматриваю всю, так сказать, индустрию, всех конкурентов в том числе, потому что вот, ну, нет уже вот этого ореола и шлейфа того, что винда это какое-то говно. Что это, во-первых, стрёмно, во-вторых, реально неудобно, в-третьих, там, тормознуто, тупо как-то там синие экраны и так далее. Да нет, уже, уже и нет, уже не так. Да, да, да. Окей, ну чё, пойдем дальше. Ты, кстати, да, ты мне говори, когда там в Slack'е есть особые темки, потому что у меня-то он не открыт из-за того, что я на Буки записываю. Конечно, конечно, вот у нас сейчас были две типа из патроновского чатика, но я так понимаю, я обе скинул, поэтому, в принципе, спасибо большое Никите за то, что предложил новости. Да, Никита просто супер вообще. Теперь твоя темка про Боинг. И, кстати, не то, что она твоя, ее скинул, между прочим, по-моему, Иван Мерзавцев. Это у нас вообще есть такой человек? Правильно? Есть же? Ярослав Мудрый. Есть Ярослав Мудрый, есть Иван Мерзавцев. Ярослав Мудрый, у него фамилия, естественно, не Мудрый, а у Ивана Мерзавцева тоже фамилия не Мерзавцев, кстати. Ну и хорошо. Ну вот, по-моему, Ярослав Мудрый все-таки предложил, насколько я помню. Сорян. Ну, я могу пока начать говорить, ты пробей точно, чтобы мы знали своих героев, так сказать, и сказали в конце, что он крутой. Я тебе, да, это он, я вот уже нашел. Все, шикарно. Ярослав Мудрый, ты просто бомба. Главное, неходячая, что-то. Ну ладно. Короче, Кот Дурова нам предлагает новость о том, что ПО для Boeing 737 MAX, это новая модификация Boeing 737, писали индийские выпускники за 9 баксов в час. Заголовок достаточно громкий, но если в суть внедриться, так скажем, то я вот вообще нисколько не удивился, просто ноль удивления было вообще. Тут как-то все что-то охнули, ахнули, за лицо схватились по Макалею Калкина. Я нисколько не удивился вообще. Фактура. Было две катастрофы с Boeing 737 в октябре 2018 года над Яванским морем авиакомпанией Lion Air и в марте 2019 в Эфиопии авиакомпании Ethiopian Airlines. Были реальные катастрофы связанные с тем, что там отвалилось ПО и с тех пор их использование этого борта на текущий момент прекращено. Я так думаю, что у Boeing тоже акции так знатно упали в тот момент и как это и принято опять же в капитализме, все свалили тупо на людей. То есть в смысле именно на исполнителей. Не то, что там директор Boeing говно, потому что опять же он там заставлял эту модификацию выпустить именно в 2018 году, потому что Airbus тоже свою какую-то А232 хотел в этот момент выпустить и так далее. Нет, ни в коем случае. Виноваты, конечно же, разработчики, которые писали ПО. Ну и в самом деле есть как бы такой факт о том, что Boeing аутсорсила разработку индийской компании HCL Technologies с LTD. Их, конечно же, заставила эта компания к ним аутсорснуть все и принять это решение и еще и платить им 9 долларов в час. Они сами сказали, блин, платите нам мало и давайте мы вам сделаем говно. То есть этого можно было ожидать, наверное, когда ты аутсорсишь разработку в индийскую какую-то компанию. Ты можешь пойти и проверить, кто у них там работает, как они это работают. В конце концов, ты же не идиот, это твой бизнес. Ну то есть, как вы понимаете, я клоню к тому, что я виню руководство Boeing в этом никого больше. Ну да. Все, так скажем, волевые решения по выбору подрядчика, в принципе, потому, что ты аутсорсишь, а не пишешь там своими силами. Это как-то, наверное, до этого как-то справлялись вот инженеры, программисты Boeing. Оно, видимо, их сократили и аутсорснули все индусам. Ну охренеть теперь. И виноваты индусы. Нет, они, конечно, может быть и виноваты, но причинно-следственные связи, я думаю, здесь проследуются как бы так себе. Ну и короче, видишь, то есть, ну типа, это можно сразу увидеть, что халатность присутствует не только в России, понимаешь? То есть, у нас бы тоже такое, так написали, все бы такие, ой, там написали, там код опять хреновый. Вот у них тоже, видишь, такое бывает спокойно. И даже такая великая компания, как Boeing, у которой я не знаю, что уже должно быть, и то, как бы, промашки, промашки с халатностью. Потому что мы же бизнес здесь делаем, и реально, если есть возможность удешевить разработку, причем, я так понимаю, раза в несколько. Сильно, сильно, да. Да, да, да. То, конечно же, ею, к сожалению, пользуются все те же старики-акционеры, старые передуны, которым надо уже, чтобы просто было больше бабла, и да. Это, кстати, сейчас в основном сарказм, я думаю, что молодым акционерам тоже нужно больше бабла, возможно, даже еще больше, чем старым, поэтому. Ну, в принципе, я был готов, чтобы кидать абсолютно сегодня все камни в стариков, которым нужно больше бабла, но ты вот снова на молодых переключился. Я споткнулся, да, я просто знаю молодых, которым нужно много бабла, и поэтому понимаем, да. Кстати, ну, продолжим фактурку. Бывший сотрудник HCL, это компания-разработчик, сообщил, что испытания самолета Boeing 737 Max тоже проводились в сотрудничестве с его индийскими коллегами, однако количество испытаний было недостаточным для ввода самолета в эксплуатацию. Видимо, во-первых, поэтому он и бывший сотрудник после этих заявлений. Ну да. Во-вторых, ну опять же, наверняка HCL не позвонили в Boeing и сказали, ребят, слушайте, два раза вылетели, вроде нормально, давайте все уже. Зачем? Зачем нам эти платные испытания с нашими сотрудниками? Забейте, поед, полетели, все. Что там, где в Эфиопии? Погнали. Над Иванским морем да пролетит сто пудово. А мы же еще не потестили, да и нормально, че? Короче, ну come on, это смешно. Сейчас Boeing занимается корректировкой ПО самолета. Я так понимаю, силами все той же индийской компании HCL Technologies. Так а больше никто в этом коде не понимает ничего, понимаешь? Я согласен. Те-то люди, скорее всего, через неделю, если проснуться, уже даже не поймут, какого хрена. Вот, но да, и соответственно... Ага, ну хорошая тема, интересная. Мне нравится, что... Мне нравится, что... Это, в принципе, у нас такое возникает, такие темы, но, к сожалению, жаль, что это все, ну, не так смешно, а действительно, прям жизни людей зависит от этого, и, блин... Короче, понаберут по объявлению, как обычно, а потом, опять же, пользователи страдают, причем конкретно. Причем в данном случае, да, пользователи пострадали в последний раз, потому что... Да, в натуре. Опять же, не смешно, но да. Но так. Кстати, 23 июня стало известно, что 400 пилотов подали коллективный иск против Boeing и беспрецедентное сокрытие недостатков конструкции лайнера. Тут по Чернобылю уже пилоты именно подали, что из лужи построен самолет, короче говоря, как выяснилось. Как вот реактор в Чернобыле был из лужи построен, как вдруг выяснилось в сериале. Также вот здесь, соответственно, лайнер из лужи. Ну, смешно. Понятно. Как ты понял, я именно поэтому эту темку и включил, чтобы вот эти все референсы сделать. Возможно, снимут сериал именно про индусов, хотя «Силиконовая долина» уже есть сериал, так что там, в принципе, да, можете посмотреть. Короче, следующая наша тема, это, естественно, любимый наш родной партнер, практически, как я уже шутил, половой, SmartApe. evobesign.ru slash SmartApe. Там вы можете зарегистрироваться на хостинг, доступный и крутой, московский, и, самое главное, с крутой поддержкой, и с, вообще, блин, короче, как всегда самым лучшим, что вообще есть, потому что даже если он был чуть-чуть похуже, мы бы его не в жизни не называли каждый раз в подкасте, а тут он просто вот самый, best of the best, как говорят на английском в пятом классе, когда начинаешь еще учить его, вот best of the best. Короче, Причем учителя говорят. Учителя, да, говорят. Поэтому evobesign.ru slash SmartApe все не зря, каждый раз повторяем, если до кого-то не дошло, чуваки, просто пройдитесь, зарегайтесь, попробуйте, и вот все само за себя скажет. Вообще, вот прям давайте поспорим, вот вы берете бесплатные 10 дней, и если вам не нравится, то мы вернем вам деньги. Это бесплатные 10 дней, поэтому как бы... Поэтому бесплатные вам 10 дней. Мы готовы, да, вам вернуть эти бесплатные деньги назад, но вы главное попробуйте просто и посмотрите, потому что в принципе здесь можно настолько все кастомно сделать, просто любые ВПСки себе арендовать, там тарифы очень гибкие, скидки очень большие, если оплачивать хотя бы на полгода вперед, то есть там сразу можно 30% сэкономить, поэтому, чуваки, это я считаю достойно того, чтобы вы просто пошли и попробовали 10 дней. Чего вам эти 10 дней? Это бесплатно. Вы только запустите свои руки в смарт-тейпе и уже не сможете их оттуда высунуть никогда. Да, да. Хорошо, пойдем... Ссылки все в описании, да. Пойдем к State of CSS 2019. Да, да, темка, которая у нас канула в лето вместе с прошлым подкастом, который не вышел, потому что мы его потеряли. Я не помню, мы в самом здесь подкасте это говорили, только в при-шоу мы об этом говорили. В общем, да, был на самом деле мертворожденный другой 205-й подкаст, но он был утерян в процессе записи и восстановлению никак не подлежал. Там мы обсуждали непосредственно вот этот вот State of CSS 2019, это по аналогии со State of JS. Это был большой опрос, который проходили разработчики из разных стран, из разных уголков мира, так скажем. Вот. И касался он непосредственно того вообще, кто какие технологии в CSS знает, кто как долго работает, кто сколько зарабатывает по дудю. То есть срез такой, в принципе, срез информации. Да. Что сейчас разработчики скажут Путина? Вот. И это такой срез информации по... Ну, так или иначе, наверное, только фронтендеры проходили. Ну, то есть, потому что там один из основных вопросов был, как вы оцениваете свой уровень фронтендовых знаний? А вот там, типа, сеньор там, мидл, джуниор, по-моему, так там это звучало, я сейчас не буду точно врать, но вот как-то так. Ну, и как бы здесь было несколько интересных фактов, которые мы здесь сейчас в моменте обсуждения непосредственно этой темки тоже вспомним. А, собственно, сапжи, если угодно, о том, что вот этот Сача Гриф или Грайв, я хрен его знаю, это по-немецки, это или по-английски читать, Грейв, может быть. Причем Грейв. Чуть-чуть-чуть. Ни хрена. Так вот, он написал на CSS Tricks небольшой, так скажем, комментарий по поводу всего этого опроса и сказал, что три предсказания из стоит у CSS 2019. То есть, он сам проанализировал те данные, которые получились, и вот он предрекает, куда дальше будет двигаться CSS. Вот такого плана предсказания. В смысле, что вот он это посмотрел и теперь он вангует, что дальше будет. То есть, он кофейную гущу CSS-ную такую забодяжил. Да, да, да. Такую прям карты раскинул Таро CSSO. Ну, интересно. Жалкая шутка сейчас была, но почему-то я даже улыбнулся. Просто, по-моему, мы в прошлом международном подкасте рофлили про Сачо Грифа, что он Донча и Виша еще Гриф. Или нет? Хотя, может быть, это в позу. Мы спрашивали, я не помню, у меня тоже уже все смешалось. У меня, в принципе, вся наша жизнь это уже подкаст. И люди в ней подкастеры. Да, да, да. Короче, переходите здесь в этом, в этой прям статье, есть первая же ссылка 2019.statusss.com Посмотрите там, кто, кто, что, как. Там еще достаточно красиво это выглядит теперь, потому что вместе с Сачей Гриф этот опрос проводил Донча и Виша. Кто Бибер? Рафаэль Бенит. Бенит. А он создатель библиотеки Niva.js, которая именно красиво визуализирует данные. Ну и действительно там. Niva 4x4.js, я понял. Chevrolet. Так вот. И здесь, в принципе, да. Так, что, а, ну он вначале говорит, что, типа, это вот как вот мой state of JavaScript, только вот про CSS на этот раз, и выглядит все круто, потому что ему теперь помогает Рафаэль Бенит. Все, погнали. Первое, предсказание, это то, что CSS, в принципе, все еще не исследован полностью, как Марс, я не знаю, или как Луна. То есть, как бы, есть еще белые пятна на нем, и это прекрасно. То есть, он говорит, мы специально не опрашивали людей про флоты и таблицы, потому что по ним, в общем, так достаточно понятно, что большинство людей и знают про это, и используют. Вот. А здесь опрашивали именно про всякие прикольные штучки, типа, ну, опять же, прикольными это не назвать, вот, но тем не менее, там, типа Shapes, CS Clip Path, Masking, Scroll Snap и другие штуки, про которые есть ролики на канале UAP Design, и были еще два года назад, но это все еще считается достаточно новыми штуками, вот. И я даже прям с гордостью могу сказать, что мы с тобой, наш канал, тоже явились, так сказать, причинами, почему про эти технологии кто-то знает, потому что они действительно в поисковиках выдаются, эти ролики, по этим запросам прям вот только так. То есть, там, у тех роликов прям много просмотров, вот, и я напоминаю, что когда-нибудь это все We Will Make Your Design Great Again, как американку. Когда-нибудь Сача Гриф про нас напишет. Стопудово, да. Так вот, и несмотря на то, что, как бы, все уже давно там спорят, что круче, Flexbox или CS... Flexbox. Flexbox. Как Flexbox, только Flexbox. Я думал, Flexbox. Или так, тоже норм. Это уже беспалево, как бы, Flexbox или какой-то там CSS Grid. Вот, да. И несмотря на то, что этот спор, как бы, активно идет, ну, это же не столько спор, сколько просто сравнение и понимание, так сказать, какие технологии для каких целей лучше использовать. Оказывается, что не все знают про CSS Grid. Только 55% из тех, кто про него слышал, его пробовали. То есть, это как бы еще не то, чтобы прям супер штука, которую юзают люди. К сожалению, или к счастью, тут как бы решайте сами. Если вы уже юзали, то тогда к счастью, потому что вы владеете этим знанием, а кто-то еще нет. А если все еще не юзали, то, к сожалению, потому что, ну, вперед, так сказать, из песни. Потому что Flexbox юзали почти все, кто про него слышал, так или иначе. И это, ну, это круто. То есть, это говорит о том, что, во-первых, ну, очевидно, что у Flexbox поддержка браузерами больше. Соответственно, есть как бы, ну, реальные причины, по поводу которых нужно его юзать уже прямо здесь сейчас. Во-первых, он удобный, во-вторых, он поддерживается браузерами. CSS гриды не так полно поддерживаются браузерами и решают, вот, те функции, которые решает Flexbox, они наболели. То есть, вот, выстраивание там каких-то контейнеров и блоков в ряд, чтобы они друг к другу стакались без флотов, это, ну, это реально наболело. Это надо было сделать. Именно что решают боль. Да-да-да, решают боль. CSS гриды тоже решают боль, но она не так надоела. То есть, можно просто стакать Flexbox и как-то что-то их там по-другому делать, поэтому, вот, не так об этом говорили. Ну, то есть, первый вывод и первое предсказание это то, что есть еще, так сказать, о чем людям все сессии для себя, что для себя открывать, о чем узнавать, как бы, куда развиваться, и это хорошо. То есть, не нащупано еще дно или наоборот потолок. Вот, то есть, если даже взять CSS Shapes, опять же, о которых у нас года два или три назад был ролик, только 68% тех, кто проходил опрос вообще про него в курсе, и только треть из этих 68%, то есть, там, 22, только треть юзали. То есть, в общем-то, это как бы, блин, камон, люди, как так-то. Это достаточно удобная хрень, но, опять же, наверняка, если посмотреть поддержка браузерами, все еще достаточно скудновато. Вот. Кстати, я даже это сейчас быстро проверю, мне это займет буквально секунду, я перейду на страницу State of CSS Shapes. Возможно, поэтому, да, возможно, поэтому и не, типа, не изучают, что люди там верстают под ИЕ. Ну, да, вот ИЕ поддерживают только начиная с 76-го ЭДжа. Но даже и не ИЕ? А там уже 76-ая версия, столько же, сколько и в Хроме. А, ну, собственно, это, наверное, есть тот ЭДж, который уже именно хромовый. А, ну, так ПЭП, ПИП, естественно, он поддерживает. что ПЭП, да. Остальные все, в общем, браузеры держат. Прям зелененькое. То есть, можно уже юзать CSS Shapes, но да, по тебе кто-то еще может верстать под ИЕ. Второе вангование, это то, что функциональный CSS будет продолжать расти. Это что значит? Функциональный CSS, это утилитарные классы, ну, типа, вот этих классов, которые как в вотстрапе, текст тред, текст медиум, бордер один. Десять. на один какой-то контейнер накидываешь там пятнадцать классов, которые отвечают именно, которые накидывают там по одному, по два свойства. И несмотря на то, что, ну, тут он шутит, что если, говорит, люди помнят CSS Zen Garden, и может быть, даже кто-то учился CSS с помощью него, тогда, говорит, скорее всего, вы тоже, вы понимаете меня, что по утрам у вас болит спина, когда вы встаете. Вот, то есть, как бы, что, ну, это действительно давно было, как бы, и да. А там суть CSS Garden, CSS Zen Garden была в том, что именно есть у тебя разметка с тегами и с какими-то классами, и ты, тупо меняя CSS, абсолютно меняешь вообще, как выглядит сайт. И там реально у них был, ну, была целая галерея, как люди, меняя только CSS, кардинально меняли сайт просто, вот, ну, это, никто бы никогда не подумал, что здесь одинаковая разметка, одинаковые HTML или этих сайтов, потому что там люди изгалялись, как только могли, там, в форме кружочков, ну, это просто не описать словами, я-то просто из старой гвардии, я помню, когда еще CSS Zen Garden реально существовал, и активно это все было. Ну, погоди, а это все-таки хорошо или плохо так делать, когда у тебя каждый классик отвечает там за одно свойство? Ну, вот смотри, мнения разделились, причем именно по поводу вот этого предсказания у всех жопу оторвало, то есть, люди, которые читают CSS Tricks, они приверженцы той теории, что это плохо. А почему плохо? Ну, это плохо, потому что... Типа забудешь, много классов и бесит. Это пофигу, даже если представить, что ты не забываешь, тебе для того, чтобы сменить верстку, тебе надо лезть не только в CSS, тебе надо еще в HTML какие-то классы удалять и новые приписывать. То есть, ты не можешь ограничиться редактированием только CSS для непосредственно стилизации. Ты используешь HTML не как семантику, а как стилизование. И это, типа, полный отстой. Ну, потому что, если ты не удалишь старые классы, то будет, типа, наложение дерьма. Ну, да, 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 ты просто не сможешь вообще стилизовать, потому что в этих фреймворках, типа Bootstrap и так далее, которые полностью построены на принципах функционального CSS или Semantic UI или там Foundation, там все из этих классов состоит и там непосредственно фишка в том, что ты только в HTML накидываешь и подключаешь Bootstrap. И максимум ты из CSS что пишешь, это какую-то свою там темку, ну, в смысле там цвета переделываешь и все. Просто, да, красоту вокруг Bootstrap. Вот, вот, да, 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 А, и типа это, ну, с точки зрения читателей CSS Tricks и классических именно супер задротов по CSS это плохо, что надо, по идее, просто внутри CSS оправить, что у какого-нибудь контейнера с классом там News Article у него там просто теперь отступ там не 20 пикселей, а 10. а если ты это делаешь на функциональном CSS, то ты идешь, стираешь класс Padding 20 и ставишь класс Padding 10 и все. И CSS не меняешь, потому что в CSS у тебя все эти штуки валяются. Ну и кстати, здесь же соответственно из старых плюсов подхода, точнее минусов функционального CSS подхода, ты с собой таскаешь гигантский CSS файл, в котором все эти классы описаны и частично, может быть, они уже и не юзаются нигде, но ты как бы всю библиотеку с собой таскаешь, ты юзаешь там в проекте только Padding 20 и Padding 10 классы, а на самом деле у тебя в сурсах еще лежат и Padding 5, и Padding 15, и Padding 30, ну и так далее и тому подобное. Вот, то есть да, но тем не менее... Ну ты как считаешь, что круто из этого? Блин, слушай, оно по-разному. Ну то есть я, к сожалению, раньше был супер приверженцем именно, что надо делать не функциональный CSS, а именно семантические классы, чтобы было удобно, понятно и так далее. И в принципе, если бы сейчас меня вот посади и скажи, что надо запилить что-то для души по Джоне Айву, то я не буду функциональный CSS использовать, мне не нравится. Вот, но в коммерческой разработке я все больше работаю, да и мне кажется всегда работал именно с вот этими вот фреймворками и так далее, просто, во-первых, в угоду скорости, во-вторых, если мы говорим про Single Page Application, там ты все равно все время шаблон редактируешь, то есть HTML, накидываешь на него какие-то джаваскриптовые штуки и так далее, тебе ничего не стоит взять и класс там тоже поменять. Как раз именно CSS-ом ты уже все меньше и меньше занимаешься, потому что тебе важно не красоту сделать, а функциональность, потому что коммерческая разработка это в основном какие-то дашборды, какие-то там админки, какие-то там конструкторы и так далее. В общем, абсолютно насрать, как они выглядят. То есть это не дизайнерская разработка, это все-таки функциональная разработка, а функциональные разработки и функциональные CSS. То есть я считаю, здесь именно в эту сторону и нужно рассуждать. Если ты делаешь функциональную какую-то работу, то есть опять же там дашборд, какой-то график, там я не знаю, админку или что-то еще, то ты используешь функциональный CSS, потому что в сущности тебе насрать, как это выглядит, и ты не так часто это будешь стилизовать и перестилизовывать и так далее и тому подобное. А если это какой-то творческий проект, если это какой-то бложик красивый, сайтик там и так далее и что-то еще, то здесь, конечно, лучше один раз сделать семантическую разметку, потом в шаблон уже не лазить и только CSS классово стилизовать и так далее. То есть ты будешь именно в контексте дизайна все время находиться, потому что ты именно стилизацией занимаешься, ты в шаблон реально уже не будешь залазить. Ты один раз его запрограммировал, чтобы он тебе просто не у постов выводил или там формы какие-то или что-то еще. И дальше ты уже занимаешься тем, что ты это украшаешь. Кажется сявками. Да-да-да. То есть тут нужно именно исходить из задачи и в зависимости от нее. Я бы здесь огульно, опять же, под одну гребенку не греб всех, что там нигде нельзя юзать функциональный CSS или наоборот везде его надо юзать. Это действительно зависит от каких-то факторов. В том числе, например, я для себя всегда такой подход делал. я юзал Bootstrap именно тот, который подключается как Sass-миксины и как Sass-функции. И, соответственно, ты не носишь с собой весь Bootstrap, он у тебя в сурсах лежит, но когда ты компилируешь конечный CSS, ты делаешь так, что у тебя условный твой диф с классом NewsArticle, он расширяется, то есть ты туда подключаешь как миксин Padding10, я не знаю, еще какой-нибудь TextRed или TextMedium, и ты их именно правила из этих классов ты их вписываешь внутрь NewsArticle, и по факту ты как бы по-прежнему не меняешь разметку HTML, но ты юзаешь при этом Bootstrap. И у тебя в CSS-ных сурсах ты четко видишь, что у тебя этот NewsArticle, ты его как-то стилизуешь, но базово ты на него накидываешь 3-4 функциональных класса, которые ты с собой не таскаешь, которые только на уровне при процессоре у тебя вкомпилируются в этот файл, и таким образом ты с собой не таскаешь весь Bootstrap, ты не правишь HTML, не дописываешь туда никакие классы, но при этом ты их используешь для вот таких вот типовых вещей, то есть это очень удобно, я про это как раз ролики тоже про Sass когда снимал, я там об этом говорил, когда рассказывал про placeholder и про так называемые тихие классы, которые не через точечку, а через процентик пишутся в Sass это как раз когда ты имеешь вот такую библиотеку этих классов, которые ты в файле не таскаешь, а которые ты именно просто подключаешь в нужные классы, и это круто, то есть это что-то именно типа с Max методологии, там по этой методологии как раз так и надо делать, в отличие от BEM, в котором по-моему как раз надо тоже, хотя нет, в BEM тоже не было функциональных классов, там ты делаешь вот эти элементы и модификаторы, а внутрь уже можешь подключать и функциональные классы в том числе, так что как-то там нечто среднее между этим, так что вот это вот второе предсказание о том, что функциональные... Ну, подожди, а у всех жопа оторвалась, и они все такие типа что надо творчество делать и функциональному не надо, надо красивый класс, писать большие... Да, 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 они об этом. Понятно. И тут опять же это абсолютно не значит, что они так делают, это значит, что у них душа этого просит, а возможно они потом приходят и по ним 10 пишут, потому что так того требует у них на проекте, я даже и этого не исключаю. Ну, возможно, да. Потому что базарить в комментах не мешки ворочать, так сказать, не классы ворочать, поэтому туда... Хорошо. Третье предсказание Сача Грифа, это битва за CSS только началась. И здесь он имеет в виду не битва нас, разработчиков, а битва тех, кто делает инструменты. Тулзовая битва. Да, тулзовая битва. Если посмотреть здесь график тулзов, где по оси Y или по оси ординат отложено satisfaction percentage от нуля до сотни, как удовлетворены, а по оси absciss или по оси X user count, то есть количество юзеров, которые юзают эту тулзу, то мы видим, что в основном, в основном, почти все инструменты сейчас находятся в второй, это вторая, по-моему, плоскость называется, считается от правой верхней и против часовой стрелки. Вот во второй плоскости находятся почти все инструменты, то есть ими все удовлетворены, но их мало юзают. И это говорит нам о том, что битва за то, какие инструменты окажутся в первой плоскости, еще идет, потому что первая плоскость это и много юзают, и сильно довольны. Ну, на самом деле, SAS и BEM уже там? Причем SAS, он там максимально там. Там, там, прям вообще, да. То есть реально уже хрен догонишь, то есть как бы после ССС. На самом деле, в какой-то момент, я помню, Лес и SAS еще что-то спорили, еще Лес выбирали, какие-то чуваки. Но потом он в помойку просто превратился, видимо, и по крайней мере в помойку его спустили, потому что сейчас, судя по графику, он в жопе. Видишь, он европейский, а SAS американский. Объективно, в Америке тупо больше людей. Вот. Плюс SAS, он вырос из Ruby, но он очень, очень вовремя, его сделали джаваскриптовым. То есть появился Node SAS, который именно на ноде работает. И вот в тот момент на него все пересели, потому что у Леса, я не помню, на чем он был изначально. Вот. А может быть, он, кстати, сразу был там, но SAS бомбанул именно когда они стали, когда они стали. SAS именно, они не были, не были, и потом они стали, да. Вот. Ну и плюс, он реально, блин, он крутой. То есть его не переставали разрабатывать, в него постоянно докидывали какие-то фичи. Ну и я, я слушаю, я это в том числе связываю и с тем, что с ним по конференциям ездил. SAS Conf была целая конференция, я не знаю, сейчас она есть или нет, но каждый год ее проводили там в какой-то... То есть они пиарили это все. То есть это, ну это не с хрена. Кроме того, что это реально крутой продукт, его еще и продвигали. Но ты же в итоге все равно пишешь типа SCSS, ты сейчас SAS не пишешь, правильно? Чистейший, pure. А насрать, чистейший SAS никто и не пишет, просто SCSS это все равно SAS. Нет, а вдруг кто-то пишет? Вдруг есть чуваки, которые внутри нас? Ну хотя... Начиная с третьей версии, по-моему, когда ввели SCSS, процентов 90 стало его и писать. Ну просто SCSS. Потому что он обратно совместим с обычным SCSS. И ты можешь просто обычный SCSS скопировать и скомпилировать как SCSS, а это будет валидно. Поэтому его все юзают. Это просто стандарт де-факто. Вот эти все... Может быть, кстати, за счет этого, просто я не знаю, как лес, может быть, за счет этого, за счет SCSS как раз SAS очень удобный и всем понятно и классно. Ну лес, лес он тоже, он именно, это стайлус, вот он так и остался, вот эти с индентацией, как Python. Вот. И неудобный. А лес он тоже сразу был удобным, просто он как-то, постоянно с него какие-то были проблемы и там не сразу фичи появлялись, всякие именно для скриптинга, типа, знаешь, форов, там циклов, ветвлений внутри CSS. Вот это в SAS появилось первым. И именно из-за этого на SAS написали много всяких тулзов крутых. Вот Bootstrap тоже с леса на SAS перешел в какой-то момент на третьей версии, если я не ошибаюсь. Потому что тупо стало удобнее именно на SAS вот такие делать глубокие штуки, типа, опять же, там всяких циклов, переборов, функций и так далее. То есть глубокий скриптинг внутри CSS стал возможен с SAS, поэтому на него все перешли. То есть, опять же, разработчики SAS, они не только для конечных юзеров сделали удобно, они еще сделали удобно для бизнесменов, что называется, для других разработчиков, которые на... Как Стив Джобс, он не просто дал хорошее устройство, он еще дал App Store, в котором люди могли делать ПО и тоже зарабатывать и все вместе продвинули iOS там, куда, где она есть сейчас. вот то же самое и с SAS. Он был удобен для тех, кто делает фреймворки, всякие библиотеки и так далее, поэтому на нем их стали делать и для многих людей сейчас, когда говоришь при процессоре, только SAS имеется в виду, то есть про другие даже уже никто и не знает. Ну, никто, а многие уже и не знают, так что вот да. Окей. Собственно, третье предсказание о том, что... Появятся такие же SAS, ты имеешь только в своих областях. То есть в области препроцессоров все уже возможно решено, а вот в области других каких-то новых штук, типа там CSS, NGS, как, например, реализовать, по-прежнему все они вот спорят. Или там по поводу просто вот этих функциональных фреймворков, типа Bootstrap. Но Bootstrap понятно, как бы его уже все юзают и все знают. Вот. Но, тем не менее, есть как бы у него конкуренты, и именно в этой нише, я думаю, еще нарисуется 1-2 каких-то прям фаворитов, которые будут чуть по-другому работать, чем Bootstrap. Да, его при том, что все юзают, судя по графику, типа, он все равно не очень всех удовлетворяет. Ну, блин, он скучный, понимаешь, он как бы вроде удовлетворяет, но это настолько обыденно как-то и... Но удовлетворением это не назвать. Смешно. Хотя Sass тоже, по идее, обыденный, но что-то удовлетворяет, поэтому тут, конечно... Возможно, да, возможно, фреймворк как раз будет более гениальный. А может, Bootstrap просто гениальнее доделают, и он взлетит потом. Тоже может быть, да. Хотя они, в общем, и так там накал гениальности особо не сбавляют, поэтому посмотрим, посмотрим. Что, двигаемся дальше? Здесь нечем больше говорить, просто что CSS живет и круто. Но жизнь это не называть, я понял, да. Ну, хотя нет, здесь... Тут как раз называть. И дверца научилась не впускать в дом кота с добычей. То есть, дверца с искусственным интеллектом, которую придумал инженер из Amazon Бен Хэм, действительно не пускает его кота какое-то время. Как только его кот пытается пронести добычу, то построенная инженером из Amazon дверка выпаливает с помощью камеры и с помощью искусственного интеллекта, который он обучил, что кот идет с добычей. Соответственно, дверца закрывается, и 15 минут еще ждет, чтобы кот, видимо, подумал над своим поведением. Кот скидывает просто где-то жертву. Кот скидывает. Я все еще не понимаю. То есть, видимо, две причины. У Бена, потому что Бен, кроме того, что он еще и на 15 минут закрывает своего кота просто снаружи, нахрен, но еще и он в этот момент автоматически отсылает бабки в пожертвование организации National Adubon Society, которая защищает птиц, убиваемых котами. А и такая есть организация. Вот. Как бы, в принципе, прикольно. В принципе, прикольно. Что еще надо сказать? Надо сказать, что кроме того, что кот 15 минут чилит, во-первых, он скинет добычу. То есть, по идее, Бену хорошо, потому что у него птица не будет гнить посреди коридора. Ну вот да. То есть, у меня-то просто кошки, когда я в частном доме жил, их реально ночью через форточку залазят и кидают просто птицу или мышь в комнату. Ну, понятно, за ночь ничего не сгниет, но это просто тупо тебе утром приходится убирать там перья, всю хрень и так далее. Да, во-первых, это, а во-вторых, ну, видимо, он пытается так еще и научить кота. Я не знаю, хотя вряд ли, конечно, он пытается научить кота, просто кота не научить. Я думаю, что все-таки эволюционно кот никогда не поймет, что ему надо прекратить приносить жертв. Он будет думать, что, ну, ладно, закрыто, окей, но я все-таки добываю еду и я крутой. Не, не, конечно, не поймет, бесполезно. Мне, кстати, кажется, на первой картинке там плюшевая мышка. Да, да, это типа показывается просто, видимо, тестово, что если хоть что-то принес, то выпаливает. Ну, и, короче, бедного кота на 15 минут дисквалифицируют из матча. Бен стопудово живет где-нибудь в Калифорнии. Коту похрен, он 15 минут еще там чилит. Ну, согласен. Возможно, он хавает в этот момент то, что добыл эти 15 минут, а потом заходит. Вообще, такие коты, они дольше живут, которые реально охотятся. Что-то у них есть какие-то хобби, а я это хобби называю. Ну, да. Они реально дольше и счастливее живут, поэтому я бы с удовольствием, если бы у меня это, я бы дверцу, конечно, купил такую, чтобы, ну, не гнило, опять же, в коридоре. Но я бы только рад был за котов за своих, если бы они этим занимались. Так что, да. Ну, короче, вот такая прикольная тема. И для такого искусственный интеллект используют, но, в принципе, инженерам Amazon, я думаю, такое не только по приколу, они по приколу такое делают легчайше. Вот. И кайфуют. Окей. Такая тема есть. Пойдем дальше. У нас следующая тема это, естественно, рассказ про нашу поддержку. В смысле, про то, как вы нас поддерживаете на Патреоне. Я бы даже сказал про поддержку наших трусов и штанов. Да, что они поддерживаются, у нас не слетают, мы кушаем хотя бы, играем чуть-чуть. Потому что вы реально на patreon.com slash ewebdesign хотя бы какую-то сумму в месяц заносите. Это круто, и мы как бы не остаемся в долгу, мы записываем прешоу для вас, оно доступно для любого патрона, который любую минимальную сумму или максимальную заносит. В этом же пришел, я, кстати, сегодня рассказал о том, что я наконец-то упаковал все физические гури, потому что у нас закончились ewebdesign и стикеры. Да, то есть в долгу мы не остаемся в любом случае, и там есть свои фишечки, почитайте обязательно, зайдите patreon.com slash ewebdesign, может быть, вам что-то понравится, какая-нибудь сумма вас устроит, и мы будем супер рады и благодарны вам, если вы нас поддержите. У нас-то любая сумма устроит, в отличие от вас, вас какая-то, а вот нас любая. У нас любая, да. Поэтому скорее-скорее бегите к нам в наши лапы на patreon.com slash ewebdesign. Мы там даже на 15 минут не закрываем дверцу. Не-не, у нас там с любой добычей можно, мы пускаем с любыми. Вот да. Следующая тема. Икея выпустила бесплатный диванный шрифт SofaSans. На самом деле, я посмотрел на этот шрифт, какой-то рифло-шрифт, если честно, но главный прикол в том, что, оказывается, это был такой некий мем, и на сайте Икея можно было с помощью специального конструктора создавать себе такие диваны, которые стоили бы по 15 тысяч баксов. То есть, можно было реально их состакать в одну огромную такую диванную залу, и такой просто в натуре Sims получался некий, которые стоили просто бешеных бабок, и это выглядело еще как-то очень смешно. Это стало типа мемом, и Икея не стала это, знаешь, как-то пропускать мимо ушей, сделали это прикольно, как Рофл выпустили отдельный шрифт реально. который типа как диванчики выглядит, но буквы диванчики, вы понимаете, его можно бесплатно абсолютно скачать. Естественно, как вы понимаете, там нет кириллицы, там есть только Мефодица полная, там есть вот только латиница, соответственно, Там даже я точки с запятой не вижу. Да, там не очень проработано, но тем не менее прикольно. Честно говоря, выглядит не то, чтобы прям диванно-диванно, тем более, как вы понимаете, шрифты, они обычно маленькие, и там увидеть, как будто это просто пиксельная хреновина. Ну, как бы ради хайпа, в принципе, Sofa Sons. They did it for the loll's. Вот, да, for loll's, вообще, абсолютно. Я не знаю, как мастеры шрифтовые бы это оценили, какие-нибудь там великие чуваки, которые сделали, не знаю, aerialы какие-нибудь, вот, поржали бы, наверное, но вот так вот могут себя пропиарить, почему нет. Просто хочется именно в такую диванную залу, которая 15 тысяч стоит, напротив каждой вот этой именно большой подушечки поставить по Маку Про, по Apple Pro дисплею, как бы, да, и посадить всех профессионалов непосредственно на эти диваны. Так еще рядом поставить пиво. Пиво, да, six-pack. Вот, Ну, причем на каждого по six-pack, так что нормально будет сразу. Конечно, конечно. Продолжая тему типографики, у нас сегодня темка с FreeCodeCamp, и я с удовольствием рассказываю вам, что FreeCodeCamp вырвался из LabMedium. Я с удовольствием час ее сейчас открываю. Он, конечно, вырвался, но он еще, видимо, из русских этих вырвался. Подожди, ты контролерни, у меня сейчас прям за секунду открылось. Во, контролернил и в натуре открылось за секунду. Что-то CloudFlare, возможно, все-таки. CloudFlare, чудо. Вот. Короче говоря, теперь FreeCodeCamp не на Medium, что не может не радовать. Теперь у них собственный какой-то сайт построен. Я не знаю, на каких технологиях он сделан. Вот. Но он такой. Он хотя бы не Medium. Как бы вот, да. И уже, и на том спасибо. Вот именно. Ну, я так причем вижу, тут призм добавлен какой-то. Именно сильно много призма. Ну. Так что, видимо, ну и jQuery, естественно. Куда же без него. Ну-ка, что за призм.js? Гуглю прям при вас. Давай. Я смотрю. Есть действительно такая штука. Lightweight Extensive Syntax Highlighter. Там хайлайтеры, что ли, используются? Это что-то из женской косметики, да? Да. Это как-то реально подсвечиватель. Не знаю, где он там юзается, насрать. Подсвечиватель. Да. Темка. Сериф, серифить или не серифить, вот в чем вопрос. Вот так называется темка. Нормально. Ставить засечки или не ставить, вот в чем вопрос. Я бы вот так это перевел как-то литературно. Вот. Темка о том, почему на экранах в вебе используются шрифты без засечек, то есть Sans Serif шрифты. Я уже Никите говорил, что я когда эту темку увидел, я думаю, блин, там будет сейчас опять классическая блевотина, что типа вот, когда только первые экраны появились, у них было маленькое разрешение, поэтому засечки там были не видны, они расплывались просто как кляксы, и типа вот поэтому стали использовать Sans Serif шрифты, просто потому, что они лучше выглядели на экранах. Так. Вот. И как бы, а, ну и типа, а впоследствии юзеры уже привыкли, что в вебе и на экранах уже Sans Serif шрифты, и когда там юзают сериф шрифты, уже как-то это глазу выбивается, и пользователи меньше воспринимают. То есть это уже такое коллективное, бессознательное уже пришло, и это уже UX. Это уже как бы превратилось в UX. Вот. Я думал, тут опять как-то об этом просто красиво скажут. А нет, здесь как бы вот новые факты, и это прям, я реально, я с удовольствием прочитал, мне было интересно. Вот. То есть почему так? Оказывается, оказывается, ну давайте вообще в целом. Самый хороший шрифт это тот, которого юзер не замечает, то есть за которым пользователь видит тот месседж, который этим шрифтом написан. То есть в тот момент, это как духи или одеколон. Если ты его уже перестал чувствовать, значит твой аромат. А если ты все время идешь, и у тебя под носом аромат собственных духов или одеколона, то значит ты неправильно его подобрал, потому что ты... Ну собственно, так сказать, собственного серифа, я бы сказал. Да, 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 да. Это значит, что сериф подобран неверно. Что надо как-то выбрать тот, который тебя самого не будет раздражать. Потому что, ну, раздражать это же не только негативную окраску, но это просто, если у тебя органы чувств как-то чувствуют, то значит они у тебя раздражаются. Так вот. И если мы посмотрим, что такое засечки? Засечки, это в большинстве своем горизонтальные штуки. Так. Ну, то есть, вот смотри, если букву Т, например, взять, заглавную, то у нее вот засечки, это нижняя такая, ну, как бы подошва, да, ботиночек такой. Угу, угу. Вот. И, соответственно, ну, почти у всех букв засечки это либо подошвы, либо плечики такие. Я понимаю, что я очень коряво это говорю тебе, но ты понимаешь, о чем-то. Я понимаю. Они снизу и сверху, они, как правило, горизонтальны. Ага. Так вот, и это в книгах, это уместно, потому что в книгах ты переворачиваешь по горизонтали страницы, и тебя сам шрифт, он тебя направляет по флоу, по горизонтали, что, чувак, ты читаешь слева направо, и ты читаешь все строки, то есть, если говорить о сайтах, то сайты люди читают, ну, как бы вот не сплошняком бывает, а просто пробегаются, особенно там по заголовкам или там по первым строчкам и так далее. То есть, книги всегда читают более вдумчиво, и их поэтому читают слева направо, страницами перелистывают слева направо, и серив шрифты, они тебя наталкивают, но вот этот вот поток горизонтальный, так скажем, и все круто, а в вебе нету горизонтального потока, там вертикальный поток, ты скролишь вверх-вниз и еще и не дочитываешь там все до конца, и засечки вот эти, они типа мысленно стопорят тебя, когда ты по вертикали идешь, ты зацепляешься за них, потому что они горизонтальны, и тебя бесит, тебе хочется полностью все прочитать, а в вебе тебе неохота полностью все читать, потому что ты зашел, чисто какой-то шок, сенсацию словить, первый и последний абзац, просто прочитать и все, и то там не до конца, вот, и если ты видишь там серию шрифтов, ты подсознательно просто хочешь вообще закрыть, и все, потому что не можешь воспринимать, поэтому использование сенс серии шрифтов оправдано еще и потому, что типа за них не зацепляется взгляд, когда ты по вертикали читаешь, как тебе такой так это получается, что, я просто помню, что в принципе было прикольно использовать засечками в вебе шрифты, ну там знаешь, это типа достаточно медиумная тема на самом деле, да и вообще достаточно бложная тема, но сейчас тут такое чувство, что тут вывод в том, что как раз в вебе не надо использовать вообще засечки. Ну да, здесь вывод такой, что если для широкого зрителя ты что-то делаешь, то не нужно использовать засечки, потому что засечки будут ему мешать проглядывать все статьи и он просто уйдет с твоего сайта вообще и ничего не будет смотреть. А так он бы хотя бы проглядел как бы и так далее. Понятно, что есть вдумчивые читатели, которые реально будут там каждую строчку, каждое слово впитывать и они бы с засечками прочитали, и им бы наверное с засечками даже было удобнее. Вот, но просто именно с точки зрения UX мне понравилось вообще вот это все рассуждение про флоу, про поток чтения, что в книгах поток чтения горизонтальный, а в интернете поток чтения вертикальный и от этого тоже зависит выбор шрифта. Мне просто вот это понравилось. Вот, ну и как доказательство здесь автор приводит и другие, так скажем, проявления потока, что ты когда вот смотришь на стоп-кадры из каких-либо динамичных сцен, где вроде нет движения, то есть это стоп-кадр, ты все равно видишь движение. По мему вот этому новому, что я слышу картинку. Да, да, да. Вот тут ты видишь движение, то есть вот здесь скриншот из тачки, из фильма «Тачки», мультфильма пиксаровского, и тут из-за того, что буковки размыты, из-за этого у тебя есть ощущение движения. Ну и соответственно то же самое с Санс серифом. По вертикали там размывается как бы и ничего не прерывает в виде засечек. Вот. И круто. Мне понравилось вообще. Прикольно. Мне прям понравилось. Free Code Camp, конечно, бы над дизайном поработать, это он тут как у нас прям сайт. Вот. Ну то есть хороший. Могут не думать. Ну согласен. То есть для широкого зрителя. Да, интересно. Продолжение следует...